Долго я не выходила в эфир, ну как долго, неделю, наверное, обычно у меня три видео в неделю, а сейчас я, ну в общем, не выходила в эфир. Во-первых, с праздником, праздники никто не отменял, как бы там ни было, так что за наших, да, вкусненько. Ну и вообще ситуация такая, что без пол-литра не разберёшься, поэтому я тут с вами и с бокалом. Поговорить о чём сегодня будем, давайте вообще обо всём, о жизни, о новостях, лучше о новостях не будем, а вообще о том, что происходит, где, что, чего. Я хочу начать с того, что, выходя в эфир сегодня, как бы записывая это видео, я понимаю, что у меня сейчас посыпется шквал отписок. Вот это какая-то странная тенденция сейчас на Ютьюбе. Происходят невероятные отписки от всех блогеров, почему я вот смотрю, тех, кого я смотрю, я вижу, что у них уменьшается количество подписчиков, в основном у всех. Я не понимаю, вот как бы, ну то есть я понимаю, что когда человек ведёт какие-то там политические разговоры, какой-то канал очень на актуальные темы, тогда я понимаю, что кто-то может быть с блогером не согласен и отписывается. Сейчас у всех нервы, так сказать, как канаты натянутые, поэтому чуть-чуть какое-то несогласие с человеком и понеслось. Ну, допустим, вот я вижу, что отписываются от людей, которые вообще даже не поднимают никакие вопросы, вообще никакие. У меня тоже, как бы, я вижу, что я, любое видео, которое у меня выходит, у меня, значит, сразу так раз, опять же, на любую тему там, в магазин Second Hand отписались, там ещё что-то отписались. Не выпуская видео, всё равно отписываются. Я вижу, что у всех так. Так, я хочу спросить вас, девочки, вот вы будете кто отписываться от меня, вы напишите, в чём проблема, что вам, вам просто не нужен сейчас YouTube, вам не нужны блогеры, вы не хотите слушать блогеров, вы не хотите смотреть видео, не смотрите, как бы, отписывайте, ну, как бы, что я могу сделать? Я не высказываю никаких своих претензий никому, ну, просто, вот, мне даже просто интересно, да, как бы, психология вот людей, почему вот сейчас идут такие большие отписки от всех. Вот, теперь по поводу актуальной повестки. Я, честно говоря, вот не знаю, что записывать, потому что всё как-то, не знаю, кому что нужно сейчас, по-моему, никому ничего не нужно, никакие видео. Я, у меня есть два видео, висят, как бы, записаны, сняты, отредактированы, их нужно только, одно уже висит в YouTube, я его просто не открываю, потому что оно совсем не в тему. Ну, мой шоппинг в H&M, новые тенденции и так далее, это, конечно, сейчас всем очень важно и нужно, во-первых-то, и если учесть, что большинство людей, которые меня смотрят, в территории России, H&M закрылся. И, да, это одно видео, и второе видео, мой день, я там собираюсь на работу, одеваюсь, еду, там, покупаю кофе, захожу в магазин по дороге, там, стою что-то, покупаю в супермаркете продукты, такой, знаете, на расслабоне такой видосик. Но я тоже его не выкладываю, потому что я, честно говоря, не знаю, что-то как-то, знаете, и вот такое дело, значит. Я сегодня решила выйти, во-первых, потому что 8 марта, ну, святой день, женский праздник. А, во-вторых, как-то вот захотелось поговорить по душам и кое-что рассказать, в общем, обсудить некоторые вещи. Давайте начнем с того, что все сейчас открывают каналы в Телеграм и в этом, на Дзене, я забыла, как он называется, Яндекс Дзен, как же я забыла, Яндекс Дзен. Я не буду там регистрироваться, ни там, ни там. Я даже слышала, что люди возвращаются в Одноклассники, потому что, в общем, разговорчики идут о том, что скоро вообще Ютуб отключат. Да, кстати, про монетизацию сейчас скажу. Скоро Ютуб вообще отключат, закроют, и поэтому люди идут кто куда. Я никуда не пошла, ни в Телеграм, ни в Яндекс Дзен, никуда я не иду, потому что, ну, что называется, поздняк метаться, мне кажется, да, девоньки. Потому что, если мы говорим о таких платформах, как Ютуб, как Гугл и Яндекс, Яндекс Дзен, то я не думаю, что они как бы, ну, что в этом есть какой-то смысл, если честно. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, я не очень хорошо в этом разбираюсь, но я все-таки по специальности инженеры кое-где в некоторых местах технарь. Поэтому я, прочитавши некоторые статьи, поняла, что если вот весь этот поток людей, которые сейчас находятся в Гугле и находятся на Ютубе, ломанется, значит, в Яндекс Дзен и в Яндекс, а, в принципе, эти платформы не рассчитаны на поток, такой поток людей, которые будут там что-то смотреть, что-то как бы искать в поисковиках и так далее, абсолютно не рассчитаны и не подготовлены. Может быть, их, конечно, как-то модифицируют сейчас в связи с вот этими разговорами, но то, что я читала, что как бы это будет настолько медленно и настолько непродуктивно, что чтобы посмотреть видео на Яндекс Дзен, там надо будет, я не знаю, оно будет зависать, очень-очень это все будет долго и неудобно. В общем, не знаю, я опять же говорю, что я не утверждаю, это я читала как бы людей, которые разбираются, и поскольку я все-таки чуть-чуть к компьютерам какое-то имею отношение, я согласна с тем, что, ну, опять же, никто ничего не знает, поэтому я как бы вот, а Телеграм, я считаю, что это, ну, Телеграм, это же как Твиттер был, есть как Твиттер, как Ватсап, это как бы новостной портал, понимаете, то есть что там, там можно, конечно, загружать, видео, но вот, я понимаю блогеров, в которых там сотни тысяч подписчиков и миллионы подписчиков, они боятся потерять свою аудиторию, которым всех приглашают на, и блогеров из Инстаграма, кстати, поэтому всех приглашают на Телеграм, чтобы своих людей собрать, а потом, если вдруг все вернется, то они как бы будут, напишут там же в Телеграме, давайте назад на Инстаграм, я снова здесь, но для меня как бы это не является уж такой вот необходимостью, поэтому я, там где я есть, 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 нет, нету, по поводу монетизации, я, многие блогеры это объясняют, но я читаю комментарии, я понимаю, что люди продолжают не понимать, как бы в чем дело, у меня монетизацию не отключили, как бы люди, которые не находятся на территории Российской Федерации, у них монетизация включена, блогеры, но просмотры тех, кто мне платят за просмотры и за рекламу, которую в эти просмотры вставляют, то есть те, кто смотрят меня из России, сейчас не видят, у них нету сейчас рекламы, и поэтому, как бы, я не получаю никаких денег за просмотры из Российской Федерации, все, кто меня смотрят, все остальные из других стран, у них есть реклама, и с этих, как бы, просмотров я получаю деньги, но поскольку у меня практически почти 50 процентов, 45, 50 процентов просмотров из Российской Федерации, то, естественно, мой доход, который и был копеечный, сейчас станет, получала копейку, сейчас буду получать полкопейки, но я, для меня YouTube не является доходом, то есть это, как бы, на мороженое, сигареты, булавки и помаду, что называется, потому что для меня, у меня есть работа основная моя, на которой я работаю, и YouTube это было хобби, немножко, чуть-чуть заработок, очень маленький, плюс, ну, я рассчитывала, что, может быть, я, как бы, раскручусь, и тогда, возможно, что будет заработок немножко побольше, да, да, нет, нет, как бы, для меня это не критично, то, что я не сильно раскрутилась за два года моего канала, это уже видно и понятно, я не думаю, что я раскручусь, как бы, все сильнее когда-нибудь, поэтому, в принципе, для меня эти потери, они вообще не потери, поэтому я особо не расстраиваюсь, не переживаю, но, конечно, обидно, потому что в это вложены силы, в это вложено время, в это вложена душа, идеи, понимаете, а тут вдруг раз, и вот все вот так вот накроется, ну, посмотрим, может быть, я буду продолжать снимать, опять же, потому что это же не за деньги, а ради, за бабы для, теперь, вас не раздражает, что я так попиваю вальяжно тут, просто потому что я, если честно, последнее время, дни, последние дни нахожусь на каких-то нервах и на каком-то таком, знаете, ощущении идет конец света, апокалипсис, я понимаю, что вы скажете, вы там в Канаде, что вам там, вы знаете, мы все в одной лодке, если вы думаете, что мы тут в Канаде сидим и ухо не чешем, то это не так, потому что мы, во-первых, наш мир, он очень маленький, и все, что происходит где-то, это очень сильно отражается на всем, что происходит в другой точке земли, все страдают, все пострадали, так или иначе, в большей или меньшей степени, мы, конечно, пока пострадали в меньшей степени, у нас там, ну, бензин жутко подорожал, ну, фигня, да, слушайте, это в конце все подорожает, и я понимаю, что все продукты, все, но это как бы маленькая плата за то, что вообще происходит везде, я понимаю, что мы сейчас здесь сидим, тут за океаном, и, в общем-то, ну, вы поверьте, что мы не дуем вуз, что называется, сидите там за океаном, и вуз не дуют, мы дуем вуз, еще как, потому что, в принципе, это напряжение, это вот ситуация, она абсолютно не, ну, как сказать, давит абсолютно на всех, я знаю, у меня знакомые канадцы на работе, мы обсуждали это, они тоже очень, как бы, в курсе, они переживают, они очень волнуются за будущее, за вообще, что будет, как будет, потому что такого невиданного чего-то, я где-то видела в каком-то видео, какая-то девушка сказала, а вы помните, у нас был ковид? Какое хорошее было время, спокойное, такое умиротворенное, все сидели по домам, в изоляции смотрели видео, пили коктейли, жаловались ужасно, спорили, ругались, а я вам хочу сказать, а вы помните, как мы спорили из-за прививок, из-за ковида, как вы помните, до хрипоты, до драки, до отписок и подписок, какие были баталии абсолютно на всех каналах, на всех пабликах, в телеграме, в том же, абсолютно везде, в интернете, под каждым видео, что творилось, боже мой, какие были кровавые бои, и вы понимаете, что сейчас, вот, вы понимаете, что это был конец света, но это был не конец света, потому что сейчас все про это забыли, и сейчас все перекинулись на что-то другое, все же знают эту шутку, что мы только что были все вирусологи, а сейчас мы все стали политологи, вы понимаете, насколько скоротечно и глупы, глупы все эти споры, разборки, потому что через месяц, еще месяц назад копии ломали, делали третью прививку, чипы, не чипы, прошел месяц, и все, этой адженды вообще нету, вообще нету, у нас, кстати, хорошие новости, у нас отменили все QR-коды, в конце марта, видимо, отменяют маски, все очень надеются на это, может, даже раньше, может, чуть позже, но где-то так, хорошие новости, да, но кого они сейчас радуют, понимаете, еще бы месяц назад, если бы мы знали, мы бы прыгали до потолка, отменили QR-коды, отменяют маски, а вот сейчас всем как-то уже и пофиг, в общем-то, потому что есть другие проблемы, да, то есть вы понимаете, что все наши споры и метания, это все тлен, все это тлен, все проходит, еще хотела осветить ситуацию, как относятся к русским за границей, я живу в Канаде, есть очень много историй о том, в Европе, про Европу я слышала, про Штаты я, кстати, не слышала, ну, может быть, я просто не слышала, что вот прям чуть ли не увольняют с работы, не хотят разговаривать с людьми, люди боятся говорить по-русски на улице, значит, я вам скажу так, вот у нас, что я знаю, что сейчас 8 марта должно было быть несколько ивентов, ну, вот каких-то, как сказать, партий по поводу 8 марта и вот в русских каких-то ресурсах, в русских ресторанах, в каких-то комьюнити-центрах, значит, и все это отменили, потому что, что значит русский ресторан в Канаде? Это русскоязычный, это ресторан, куда приходят выходцы из бывшего Советского Союза, которых здесь большинство, большинство людей, которые здесь живут, русскоговорящие большинство людей, это даже выходцы не из России, не из Украины, не из какой-то республики, это выходцы из бывшего Советского Союза, это люди, которые сюда приехали тогда, когда еще был Советский Союз. И поэтому русские рестораны, в них собираются все, и русские, и украинцы, и грузины, и кто угодно, и много выходцев из Израиля, которые все тоже русскоговорящие, которые тоже выходцы откуда-то из своих республик. И поэтому там собираются русскоговорящие люди, которые выходцы из разных республик. Поэтому эти вот организации, рестораны и так далее, которые хотели устраивать эти партии, они просто сейчас боятся, потому что туда приходят люди, естественно, под воздействием горячительных напитков. Сейчас могут возникнуть очень-очень неприятные разборки ситуации, при такой вот ситуации, потому что люди приходят, опять же, повторюсь, из разных республик, из разных мест и городов бывшего СССР. Так, теперь по поводу работы. У меня... Фу-фу-фу, да не сглазит. Никаких гранений. Наоборот, ко мне все приходят, спрашивают, хотят моего экспертного мнения, потому что понимают, а у нас больше нет русскоговорящих на работе, понимают, что я как бы являюсь источником самым близким к информации, можно сказать, потому что я говорю по-русски. Спрашивают у меня, ну, в общем, нет разговоры. Вот, так что никакой агрессии, ничего ко мне никто не проявляет. Теперь по поводу улицы. Я вам хочу сказать, что я не знаю насчет Европы. Мне как-то кажется, что это немножко, немножко преувеличено все, потому что я не знаю, как в Европе, но я вам скажу за Канаду. Сферисовский канадец не отличит русский язык от украинского, от польского и от многих славянских языков, которые все между собой для них похожи. Это так же, как мы не отличим, например, наречия в Китае, там, не знаю, там, миллион наречий. Каждый говорит на своем языке, и я не отличу мандарин от кантонис. Вот в Китае есть два основных языка, мандарин и кантонис. Я даже не говорю, что я не отличу китайский от корейского, но я даже не отличу два наречия китайских, мандарин и кантонис. Я не отличу их друг от друга, если кто-то будет по улице разговаривать. Я пойму, что этот человек откуда-то из Азии, но я не буду знать, он китайец, он корейец, и если он китайец, то какой он китайец. То же самое с русским языком. Для канадца совершенно они не могут отличить, я говорю по-русски или я говорю по-украински. Поэтому сказать, что я боюсь на улице говорить по-русски, я абсолютно, это как бы не совсем легитимно, потому что, в принципе, для них они не отличают меня от украинцев или от поляков. Понимаете, опять же, внешне все одинаковые, язык очень похож, сербский язык очень похож, поэтому как бы для них это все славянские языки, все одинаковые, поэтому никакой опасности я не опасаюсь говорить. На русском языке по улице меня совершенно... Меня никто не спрашивает, откуда ты, ну вот на улице. Знаете, те, кто на работе, все, кто со мной работает, они знают. Вот дети в школе как бы тоже. Один в университете, один в школе, ничего вообще, даже никаких... Даже вообще близко ничего, даже разговоров я спрашиваю, у них у вас есть какие-то разговоры на эту тему, они говорят, нет, ничего не говорят. Ну-ки. Вот, такие дела, девочки. Да, все, конечно, очень, очень изменилось, и все происходит не так, как мы планировали и надеялись. Ну, что же делать? Как говорится, люди строят планы, а бог смеется над ним. Над планы я иду. А с 8 марта надеюсь, что все у вас хорошо, что все здоровы, живы, надеюсь, что все у вас идет по плану. Я желаю всем мирного неба и всем спокойствия, любви, радости и всего самого-самого наилучшего. Поздравляю, девочки. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...